Не стучите ко мне, если вы люди. Нет ничего тоже. А это вы в молодости, да? Не ходите в носках, ноги все промокнут. Ага. Вот так вот. А они на липучке вот так, раз и всё. Я поняла. Я уже старушка. Он живой или умер? Вот это не помню. Дедушка ваш? Да. Скажите, а есть у вас какая-нибудь мечта на Новый год? Вот сейчас Новый год скоро. А? Скажите. Ребятка, мечта. Друзья, всем привет. С вами канал Вася Носене. Меня зовут Сергей. Если кто-то не знает, немножечко расскажу вам о сегодняшнем выпуске. Две недели назад мы совершенно случайно нашли бабушку в заброшенной деревне. Мой отец вместе с Димой, с оператором развозили продукты по деревням, пенсионерам. И нашли дом этой бабушки. Он очень ветхий, разрушенный, можно сказать. Бабушке 85 лет. Она очень тронула нас. И хотелось как-то облегчить ее жизнь. Потому что в бытовом плане у нее практически ничего нет. У нее стояли два старых и ржавых холодильника. К Новому году у нее практически ничего не было. В общем, я не буду сейчас рассказывать, друзья. Но это очень эмоциональный и для меня очень приятный выпуск. Вы сейчас сами все увидите. Но прежде очень хочу вас попросить подписаться на наш канал. Подписаться на наши соцсети. Поддержать нас, если вам нравится то, что мы делаем. Всю информацию вы можете найти в описании к этому видео. Приятного просмотра. Соберем продукты, чтобы к Екатерине Сергеевне, так сказать, не с пустыми руками. Я, честно сказать, не знаком с Екатериной Сергеевной. Видел ее только на видео. Но я тоже очень проникся. От нее прям какая-то позитивная энергия. Не стучите ко мне, если вы люди. Видимо, ее кто-то достал просто выходками. Может быть, молодежь какая-то балуется. Продукты привезли вам! А, проходите сюда. Пойдем. Открывай, дед. Давай. Здравствуйте, Екатерина Сергеевна. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, а вы в носках, без тапок? Без ботиночек? Без ботиночек. Света нет у вас. Куда поставить, Екатерина Сергеевна? Свет есть. Есть? Сюда? Свет есть. Тут выкрутся, в людях всякие. Да. Здесь, наверное, вы заберите. Не, Екатерина Сергеевна, это все вам. Здесь и бананчики, и апельсинки, и мясо мы вам привезли. И, смотрите, и продукты, которые, ну, практически не портятся. Я поняла. А мясо? Сейчас, наверное, порт. Я мяса не буду, если вы его заберите. Ну, его можно заморозить, вы потом скушаете. Конечно. А скажите, у вас холодильник есть? Есть. Да, вот холодильник. Ага. Только вот работает он у вас, например. Он работает. У вас вообще ничего нет в холодильнике-то тут. Да мне кажется, он не работает. Нет, он не работает. Нет, работает. Да? Работает или тот, или этот. Ну, какой-то работает. Вот тоже лежит. Вот тут, наверное, кто-то спалит. Нет, тут он не холодит. Здесь у вас вот так холодно. Ну, не знаю. Нет, они даже не закрываются. Что этот, что тот. Ужас какой-то. Смотрите. Ахула привезли мясо. А как вы топите дом-то? Да. Да как топите? Нет, это все здесь есть. Ага. Вот она печется. Очень холодно у бабушки, да? Ну, я давно уже топила. Вы ее давно не топили, да? Да, да. Вот это вот как можно зажечь. Она подготовлена. Так что, если у вас есть чем, значит... А у вас нету спичек? Ну, мама, при мне сейчас нема ничего. Не знаю даже, где они есть. Так замерзнет у вас очень холодно. Вот какие-то. Но они уже отсыревшие. А там нема спичек? Нет, нету, да. Ну, там спичек нема. А вот тоже не знаю я. А может вот тут что лежит? Нет. Нету ничего тоже. Скажите, а что вы тут открываете? Вот допустим, вы топите печку, чтобы дым не пошел в дом. А вот. Там открыта заслонка, да? Все открыто. А то, видимо, я... Вам поджечь дым? Есть у тебя зажигалка? Вот если бы подошли, давай. Обалдеть, как холодно вообще. Ой, ребятки. Дым выходит сюда. Так это пока, я не знаю, наверное, снегом там бы выпало. Она... Дым вообще-то не должен сюда выходить. Да, должен забыть. Может, снегом засыпало трубу. Да, такого не должно быть. А когда вы последний раз топили? Нет, нет, нет. Она хорошо горит. А ты точно, наверное, снегом засыпало. Посидитесь. Нет, уже все вытягивает, видишь? Пошло. Пошло, пошло. Он уже вытягивает ее. Честно сказать, мы даже забеспокоились. Очень. Друзья, минуточку вашего внимания. Как звучат идеальные подарки? Звучат как CGPods. Тюменский бренд Case Guru создал беспроводные наушники CGPods, о которых уже пишут СМИ. В пять раз дешевле яблок, а функций хватит на заявку в книгу рекордов Гиннеса. Потому что у CGPods грамотная развесовка, наушники не выпадают, и антропометрически точная форма. Уши не ноют даже после целого дня ношения. Самый большой динамик для лучшего звука и суперпрочный кейс, который выдерживает 220 килограмм. Например, CGPods X апгрейд проверенных годами CGPods 5.0. Абсолютно новая прошивка и топовый микрофон. Долгожданный разъем Type-C. Самое лучшее тоже сохранили. Влагозащиту, кейс и спортивный форм-фактор. CGPods Air Pro первые в мире берушники. Двойное активное шумоподавление при воспроизведении и разговоре избавит вас и собеседника от лишнего шума. Здесь также есть режим прозрачности и игровой режим. Кстати, двойное шумоподавление есть и у полноразмерных CGPods Max, которые работают 33 часа без остановки. CGPods самые новогодние наушники. Желанный подарок, который хотелось бы обнаружить под елочкой. Покупай наушники с твоим характером на официальном сайте Кейс Гуру. С нашим промокодом вы получите скидку в 200 рублей. Ссылка на промокод будет в описании. Большое вам спасибо. Ссылка моя полностью. В общем-то... А вообще я жила на Украине, а сейчас я тут... Ну, после... Года 3-4 я уже тут была. А скажите, у вас тут вот эндоскоп висит. Вот он. Ну, вам отдохнем. Нет, нет, я хотел спросить. А вы кем работаете? Это врач забыла. А, врач забыла? Она была у меня, и она его забыла, так что будет она еще когда-то будет. Он у вас очень долго, я смотрю, висит. Да, вы возьмите и будете играть. Это я просто так сказала. Скажите, вы с родными видитесь как-то, с близкими? Нет, зайчик, я не вижу. Для меня родные соседи, в общем, тут так. Помогают вам соседи? А что мне помогать? Растопить я сама растоплю, дровишка там, если что. Ну, пока вроде все у меня есть, и дрова есть, и слава богу. Вы выложите это все на кровать, я разберусь, а пакетики заберите. Ладно, ну мы вам хотели, и пакетики нам не нужны. Мы оставим. Екатерина Сергеевна, вот вам... Ну, вы, может быть, кому-то там что-то, ну что, все-таки назовите мне пакетики. Скажите, пожалуйста, а вот чуть-чуть про себя расскажите нам. Муж мой погиб на фронте. Когда? Видите, это не муж, это мой отец. Отец. Я Сергеевна, отец Сергей Павлович. А муж, ой, это уже смешно и для меня. А я не знаю, меня нет у мужа. Я уже старушка. Видимо, я второй раз замуж не выходила. Детка у меня есть. Сережа, сынок. И Клавдия, и Ефросиняя. А вы сюда одна попали? Расскажите, как вы здесь сказали? Ой, милая. Ребяточки дорогие. Конкретно, с точностью, правда не могу сказать. Вы уже не помните, да, память подводит? Да, да. Ну, я с 37-го года, можете считать, уже я хочу тут помнить. А скажите, папа у вас погиб? Погиб на войне, когда с немцами была война в 40-х годах или когда-то. А вот, что у меня стало с памяти, нас таскали по подвалах. Тогда, вот уж как война была, и нас таскали по подвалах. Вот это я запомнила. Страшно было, наверное. Ну, тогда мы были, если я с 37-го, а 41-го уже война, мне было 7 лет. Так что я, что я могу теперь уже помнить? Ну, конечно, конечно. Была беда. Беда была. Вот, что было. Так, ребятка, это вы мне принесли? Мы принесли. Выкладывайте. Все, выкладывайте. Все, выкладывайте, пакетики забирайте. Сейчас все разберем. Все. Это бананчики. Вот туда бананчики. Дай бог вам было. Из-за бананчики, из-за чего вы принесли. Тут печеньки. Раз, просто такие полные, припомнилые набрали. Ого. А это все, я же, конечно, люблю кушь на и сладко. Слушайте, курочку не заморозим? Курочку возьмите с тобой. А чего? Почему вы? Я не знаю, наверное, сейчас пост. Ну, сейчас есть пост какой-то? Ну, может, сейчас пост, но потом это можно будет съесть. Ну, можно, вы заморозите, если сейчас пост. Ну, поделать, вот там холодильник. Да, мы положим сейчас. Ну, кстати, холодильник этот, он вообще не работает. Я вот руку туда просунул. Я не уключу вас. Ну, ладно, даже не закрывается. Скажите, а есть у вас какая-нибудь мечта на Новый год? Вот сейчас Новый год скоро. А, скажите. Ребятка, мечта, вот она сбылась. Вот вы пришли ко мне. Да, бросите. Это мне радость. Вы принесли мне. Это вторая радость. Вот и мечта. Слава Богу, вы молодые. Екатерина Сергеевна, что нам делать? Вот это все холодильник. Здесь у нас сосисочки есть, колбаска. А холодильник есть. Есть, положите тогда. Да, я положу. О, вы меня с СМС-садоками дайте богу здоровья. Это мне хватит и хватит. Подскажите, а что вам лучше подарить на Новый год? У нас есть возможность. Может, что-то из приборов бытовых? Может быть, что-то, чтобы разогревать? А, еду? Нет такого у меня. Подушку, одеяло тоже у вас ничего нет. Давайте все мы укрепим. Почему нету? Иди сюда. Все, тут и фотографии, пожалуйста, можете посмотреть. А это кто у вас, подскажите? Смотрите, вот эта фотография. Это мои друзья, москвичи они. Это тоже что-то. Крым, Крым тоже. А это я в молодости. Все это. Это вот тоже. Я тут с какой-то... А, это вы в молодости, да? Ну, не совсем молодость. До молодости, третья вне. Ну, ну, то я, да. Да, это вы, я прям вот. Прямо можно угадать, да? Да? Ну, кто же я? Ага. Хорошо. Ну, это так. Матери Божией. Вот это кто-то тут ко мне приходил. Или с фотографировались с ним. Ну, то не мы можем. А скажите, на этой фотографии вы здесь, в России? Ага. Или еще на Украине? А на той, что же там что-нибудь здесь нет? Нет, ничего не написано. Я не помню, заянька, честное слово, не помню. Одна у меня Россия, Украина, все родное. Я и там, у меня на Украине родственники есть. И в России, вот она я. Ну, конечно, конечно. Это ваша подушка, да, вы тут спите? Да, это моя подушка. Вот, подружка, ну, в общем. Подушка-подружка, да? Да, подружка. А дедушка мой, Володя, о цехе, вот сказать вам, он живой или умер? Вот это не помню. Дедушка ваш? Да. Сергей Владимирович. Не, Володя вызывала. Сергей Владимирович, это, скорее всего, отец, потому что вы Сергеевна. Да, да, точно. Да, а дедушка ваш Владимир? Я не знаю, Сергей мой, какое его отчество, не помню. Ну, вашего дедушку по папе как звали? Не помню, зайчика. Только что вы сказали, что Владимир. То Владимир, это уже современные, молодые. А, дедушка ваш. Это кто-то из этих я назвала. Владимир у меня, по-моему, у Владика мух мой. Вы одевайте тапочки, а то ноги замерзнут у вас. А то у меня носки. Ладно, Екатерина Сергеевна, может быть, все-таки что-нибудь из бытовой техники может плитку вам привезти, чтобы вы разогревали себе плитку. Если вы не хотите, так вы электричество. А потому что у меня ничего нет. Тепло, да? Тепло, да? Тепло, да? Ладно, Екатерина Сергеевна. Всего доброго. Всего доброго. Значит, ты Дима. Сергей. А ты Дима перепутала. Да ничего страшного. Да бросьте тебя. Ну ладно, Сереженька. Хорошо, мы поедем. Дай Бог вам здоровья. Вам тоже, Екатерина Сергеевна. Спасибо, Господи. Мир, 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 мир. В семье надо уважать. Всяко бывает. Никто не без ошибок и того. Но прощать надо. Екатерина Сергеевна, а что бы вы молодежи посоветовали? Какой совет от вас? Быть добрыми и уважать стариков. И здоровьечка. Самое важное. Всем Бог. Да. Чтобы вышло. Ну, вот это, вот это, может, можно много пожелать, но как бы убрать. Если Бога не забывайте. Ладно. К сожалению, в старости, вот это очень страшно, деменция и потеря памяти. У моей бабушки, вот она была математиком, к сожалению, вот ее постигла такая же беда. Она практически все забывала, хотя она была очень умным, образованным, чутким человеком. Знаете, такая вот была очень добрая. Вот и мне Екатерина Сергеевна напомнила бабушку. И, конечно, я думаю, она нас забудет буквально минут через пять, может быть, даже через две, не знаю. Но это неважно. До сих пор стоит и кланяется. До свидания. Но надо обязательно ей... Здоровья вам тоже! Но обязательно мы привезем ей холодильник, потому что вот те два, они даже не закрываются, но они вообще пустые. то есть ты их, ну, ты их даже не можешь закрыть герметично. Не работает. В общем, купили холодильник. И купим лампочки ей для того, чтобы сберечь энергию. Потому что лампочки стоят старые, и я думаю, ей очень сильно бьет по кошельку. Еще можно было бы купить обогреватель, но я реально боюсь, что там не было, не дай бог, короткого замыкания. И обогреватель очень сильно наматывает электроэнергию. Боюсь потом просто не распадить. Обогреватель по два киловатт потребляет. Это как холодильник, стиралка и еще что-нибудь вместе работающие. То есть это много, да, получается? Вот и в этом-то и вся изогвоздка. Не спуститься, давай. Не, не надо, нормально. Давай, вон туда. Ничего не происходит. Честно вам скажу, он не тяжелый для холодильника, но тяжелый для меня. Теперь нам нужно одеяло, подушку, чистое постельное белье. Друзья, также хочется еще купить бабушке валенки, одежду теплую. Но она просто в лохмотьях каких-то ходит. Вид у нее плачевный. Ну да. И такие ботинки. Вот. Да. Так, стараемся подъехать максимально близко. Но близко не получится прямо подъехать, потому что снег сейчас очень рыхлый. И хоть это и внедорожник, но мы здесь сядем очень быстро. Не, елку в конце отнесем, как маленький подарочек. Здравствуйте, мы же только что приезжали, продукты вам привозили. Да, Екатерина Сергеевна, мы вам купили новую подушечку, мы вам купили ботиночки новые. Не ходите в носках, у вас все промокнут, ноги все промокнут. Смотрите, это новая подушка. Я вижу. Так, это комплект постельного белья, мы вам сейчас все сделаем. И это лампочки энергосберегающие. Я поняла. Это хорошее, это чтобы не ела электричество. Да, мы их поменяем, но все равно. Это более сильные такие. Дай Бог вам здоровья, это любые духи ваши. Так, и еще самое важное. Вот, это вам новые маленькие такие. Это да, это да. А то вы в носках ходите. Я в носках и уже... У вас какой размер? 38. Отлично. Самая точность на носок. Давайте примерим с вами. Ага. Вот так вот. Это какой размер? Ну и мы 41 взяли, чтобы на шерстяной носок. Да? Большой, конечно. Ну вот. А вы знаете, он небольшой. Небольшой? Он небольшой. Ну как? Вот это вот. Ну и нормально как раз они немножко сядутся. Вот. Вы скажите ваши имена. Сергей. Вы Сергей. У меня и сын Сергей. Вот. Сейчас. А они на липучке вот так раз и все. Я поняла. Ну красота? Прям варежки. Не бывает, но все же такие. Просто варежки такие тепленькие будете одевать. Я поняла, я поняла. Это все нормально. Ой, дай Бог здоровья. Значит, уже забыла. Вы Сережа? Да. А у меня и сын Сережа. А я знаю, вы говорили. Вот. Ну дай Бог вам здоровья. Так, все эти детки мы срываем. Екатерина Сергеевна. Ага. Теплую куртку вам купили. Она, конечно, большая, но зато она теплая. Нет, вы знаете, она не настолько большая, она просто пушистая. Пушистая. Она вот так. Тут на молнии будете за... Можно, смотрите. Все поняла. Можно на молнии, а можно на липучках. Вот она. Ага. Вот так вот раз. Вот они, липучки. Вот. Все. Ну вот так вот. Ну... Теплая. Я кланяюсь вашим сердцам. Таким надо. И вашим мед надо. И вашим... Вопрос тут заботен. Так что бывало на всяких работах. Угу. Ну... В конторе не сидела. Понял. Не рады. А физически... Смолоду. Выдержала. Готово. Физическую работу, да, сделала? Ну, конечно. Больше всего. Потрогать. Бери побольше и кидай подальше. Да? Ну, как вам? Ну, так она прям дышит. Она отличная. Это пуховая подушка. Она дышит подушечка. Да. Все. Ну... Дай Бог здоровья. Так что мы уберем сейчас? Ага. Видите, здесь и свитер валяется. А вот, кстати, и зажигалка вам для дров. А тут? Она не работает. Кто-то вам, видимо, привозил. Уже все. А что же мне? Ну, знаю. Что я делала, она сделала. Да. Она уже свое отслужила. Подушечку мыть. Хлеб. Хлеб старый лежит, да. У меня. И ложка. И ложка. У меня посуду повыбирали на свадьбу. У меня вот, я уже теперь, как дух, буду прикрыть. Сейчас я вот эти крошечки взяла, вот эти крошечки. Каким-то образом сюда попали, не знаю. Это за время накопилось. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Так, а давайте ее прямо уберем куда-нибудь. Как вы думаете, куда ее убрать-то? Ну, вон сюда. Там бабушки стояли старые лампочки. Они очень много потребляют энергии. Сергей? Сергей, Дима. Во! Вот посмотрите, какой свет теперь. Яркий и белый. Он как дневной. Он как дневной. Ага. Сейчас это все я принесу вам. А мусорное заберем с собой, чтобы лампуть. Ярко, да? Ярко, да? Ярко. И там еще сейчас заменим. Так. Мы сейчас бегаем в машину. Еще кое-что мы вам купили. Самбо-то? Какой самбо? Ты прикалываешься? Аккуратно. 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 Смотрите, подарок вам на Новый год. А это что, холодильник? Да, новый холодильник. Аккуратно. Эти все не работают. Точно? Это хлам все. Да. Они не работают. Это новый. Мы их вытянем куда-то. Вытянем. Ага. Вывести там. Будет время. Конечно. Мы сейчас вам его пока сюда поставим. Ага. Подключим. Да. Сейчас мы вам еще один подарочек поставим. Может кому-нибудь. Капитерина Сергеевна, это вам подарок. Еще один к Новому году. Ай-яй-яй-яй. Ну, звезда-то звезда. Аккуратно. Аккуратно. Ну, я туда где-нибудь тут поставлю. Повесите. Это вам елочку. Чтобы к Новому году у вас было настроение праздничное. Ну, дай бог вам обоим. Значит, тебя. Сергей. Сережу меня. Сережу я никогда не забуду. А тебя так. Дима. Ну, дай бог вам. Чтобы в жизни семейной всегда особенно ладилось. И своих родителей так же. Благослованный мир и так далее. Оно просто сидит и желает нам всего самого наилучшего. Пока мы распаковываем холодильник. На самом деле, конечно, друзья, я думаю, это всем нам. Потому что без вашей поддержки ничего бы не было. Спасибо вам, друзья. Мы просто немножечко сегодня потаскали тяжести. Можно так сказать. И ничего больше. Екатерина, Сергей, вот мясо то, что мы вам привезли. Вы сюда положите. Это морозильная камера. А где она? Сейчас покажу. Там курица. Вот это морозилка. Уже он работает. Он уже работает. Но сейчас он чуть-чуть поработает. Наберет. Нам работает. Нужную температуру. Нужную температуру. И все. И будет работать прекрасно. Сюда будете продукты класть. На полочке. Я поняла. Подключить. А вот здесь. Вот это что такое? Смотрите. Это минимальное. Это максимальное. Макс Мин. Видите? Я поняла. Вот так вот я вам среднюю поставил. Там есть буквы. Да? Да. А чтобы его отключить, вы просто из розетки высунете. Ну, все ясно. А так вот так пускай. Он будет у вас прекрасно работать. Ну, дай бог вам. Да. Все, Екатерина Сергеевна, не провожайте. Мы закроем. Не прикроем. А то здесь скользко. Ну, еще, еще много-много желаю забрать на работе и дома. Спасибо. Просто приятно было хотя бы смотреть, что она вышла не в носках нас провожать. Ноги мокрые, носки промыкают все-таки. Друзья, а так получается, что это последний выпуск в этом году. Я очень хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом. Пожелать вам искренне здоровья всем вам, вашим близким. И еще раз подчеркнуть, что все, что есть на нашем канале, это благодаря вашей поддержке. Если бы не вы, ничего бы этого не было. Большое вам спасибо, друзья. Очень хочется, чтобы следующий год был действительно хорошим. Чтобы все у нас наладилось. Чтобы все у всех наладилось, друзья. Не только у нас. Всем людям хочу пожелать крепкого здоровья и мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok